Приветствую вас! Что-то мне подсказывает, что вы будете следовать своему какому-то решению, которое вы выбрали, и которое для вас, возможно, имеет важную роль, вот. То есть у меня нет ощущения, что вы как-то готовы иметь своё мнение, у меня нет ощущения, что вы готовы что-то поменять в себе, у меня нет ощущения, что вы готовы меняться сами, вот. Не то, чтобы это плохо, но просто вот у меня нет такого ощущения. Ну вот, это означает, что, что скорее всего, что бы мы вам не сказали бы, а здесь вы будете следовать тому, что хочется именно вам, что бы мы вам не сказали, вы будете действовать так, как хочется вам, и, наверное, это нормально, ну, наверное, это правильно. Наверное, это правильно. Вот, значит, что происходит по факту? По факту вы находитесь в треугольнике Карпмана, вы находитесь в роли спасительницы для своего молодого человека, как я полагаю. Вот. И, соответственно, пока вы находитесь в роли спасительницы, ну, мужчина будет вас использовать в этой самой роли. То есть я предлагаю вам просто ознакомиться с треугольником Карпмана и посмотреть, как этот самый треугольник Карпмана работает, да, и что он вообще из себя представляет. Вот. Я не жду, я не жду, что вы как-то вот моментально и резко поменяете свою точку зрения, но, по крайней мере, поймете, о чем идет речь. Вот. Значит, как вам быть? Вариантов по сути у вас два. Ну, такие отношения, как и у вас, да, это тоже отношения, как бы там ни было. Вот. Такие, как отношения, как у вас, ну, в общем-то, являются отношениями, как бы там что ни было. Вот. И, в общем-то, вы решаете для себя. Вы либо продолжаете быть в таких отношениях, то есть, либо вы продолжаете находиться в этих отношениях и, соответственно, терпите к себе весь негатив, терпите, что вам изменяют, терпите, что вас мучают, что вы страдаете и так далее. Вот. Либо вы анализируете то, почему такая история стала для вас возможной. Вот. И работаете уже непосредственно над собой. Потому что, ну, я полагаю, совершенно очевидно, что данный момент стал возможен только потому, что вы обладаете определенной предрасположенностью к этому. Вот. Я, конечно, не знаю, может быть, вы будете с этим спорить. Я, конечно, не знаю, может быть, вы, ну, может быть, у вас другое мнение на этот счет. Вот. Вот. Но мне эта история видится именно такой. Мне эта история видится именно так. Что у вас заниженная самооценка, что вы боитесь остаться одна. Вот. Что вам этот машина для чего это нужен. То есть, по факту он вам дает что-то такое, вот, для чего вы, грубо говоря, не можете. Вот. И, соответственно, по этой причине вы снова и снова даете им шанс. То есть, вы заметите, да, вы говорите, что, что вам больно, что у вас, там, душа наизнанку выворачивает и так далее. Так это не любовь. Знаете, это вот тут я со своим коллегой соглашусь, да, в том, что это не любовь, это зависимость, действительно зависимость, любовная зависимость, вот, которая у вас имеет место быть. Вот. Но, которую при этом можно скорректировать, от которой вам можно помочь избавиться, вот, если у вас будет такое желание. Конечно, да. Вот. Если такого желания у вас нет, то тут, тут, ну, несколько более проблематично, потому что в этом случае мне думают, что помочь вам будет сложно. Вот. То есть, смотрите, смотрите сами, как и что вам делать, собственно говоря. Да, что это мужчина, ну, он не изменится, он останется таким, какой он есть, потому что я не увидел у него каких-то, желаний, желаний поменяться, да, да и мотивов у него меняться, нет, зачем ему меняться, когда вы, по сути, даёте ему то, в чём он надается и так, да, то есть вы даёте ему то, чего он хочет, вот. Хочет он с вами, я так понимаю, секс, потому что, как бы, ну, как правило, да, если любишь человека, то уж точно не хочешь причинять ему боли, да, если любишь человека, то уж точно не хочешь, чтобы он страдал. Но ваш, ваш мужчина, он, как бы, только и делает то, что причиняет боль вам, и я не думаю, что это, как бы, подтверждение того факта, что он вас любит. Ибо никто не заставлял его делать тех вещей, да, которые он делал, которые он делал. Но, ещё раз повторю, решать исключительно в данной ситуации вам, и ждать, ну, ждать, ничего хорошего, ждать, кто это точно. Мужчина, мужчина не изменится. Надеяться на что-то, ну, можно, так можно прождать всю жизнь. Вот. Вы спросите себя, вы готовы платить за отношения тем, чем вы платите сейчас? Вы достойны того, что происходит сейчас? Вот. А самое главное, что вам движет, то, по сути. Что вам движется, чего вы хотите. Вот вы говорите, что через месяц у нас были полноценные отношения, а что есть полноценные отношения? Через три месяца признаться в любви очень ревнивой, вспыльчивой, спортивой. То есть это человек, ну, как минимум, да, не владеющий своими эмоциями, не владеющий своими желаниями, вот, ненадёжный, по сути, ну, по факту, да. Остроумнее, что аналитических складов ума мало. Ну, аналитических, я так полагаю, совсем кроме себя, да. Часто ругали, скандарили, часто расставались, но снова сходили. Да, то есть у вас не было какой-то такой притирки, да, не было, так, уступок. Вот, опять же, нужно понять, да, почему, из-за чего вы ссорились, из-за чего вы расходились. То есть это, ну, всё-таки непростая история, вот. Вот, на мой взгляд, это непростая история, и её нельзя просто так вот взять, да, и... Ну, просто написать, что мы там ссорились, мы там ругались, там, и так далее. Вот. То есть, ну, у всего должны быть, у всего должны быть причины, как бы. Вот. Если вы ругались, значит, на это были какие-то основания, видимо. Вот. Если вы ругались. Так что, это не, это материал, это материал для работы. В том числе, по поводу того, как вы строите отношения. Где-то через полтора года он попрещал другую, мы расстались с ним, через год он обиделся, написал, позвонил, говорит, что скучает, я была одна, я его очень любила. Ну, вот, собственно, здесь вопрос, да, а что вы подразумеваете под любовью? Дальше вы пишите, что он играл, там, на два фронта, да, вы пишите, что он был ислам весней. Вот. Вы по какой-то причине это, ну, видимо, ну, я не знаю, вы по какой-то причине это позволяете ему, то есть, считаете, что фламент так можно, видимо. Вот. Ну, просто, как бы по-другому объяснить, да? Вот. А, значит, та нынешняя, его тоже любила, он и уважал как человека, а так он говорил, насколько делать ей больно. Это отмазка, собственно, вы понимаете, да? Вот. То есть, человек ненадёжней, по сути. Ну, и вопрос, да, вот, если вы связываете свою жизнь с ненадёжным человеком, то чего вы хотите-то, собственно говоря, ради чего вы в отношениях? Тогда, тогда, если, собственно, вы готовы быть ненадёжным мужчиной. Вот. Вы пишите, так, значит, пока я не отважилась, я не позвонила. А почему не отважилась? То есть, вот, отважилась, это что, вы боялись или что? Значит, так, скоро они дошлись, я не знал об этом, тот же он появился, привез на моём горизонте, тянет, не могу забыть, хочу. А, ну, по факту, он, на самом деле, прав, он, действительно, чудовищно прав, в том смысле, что он, говорит, тянет. Тяга, это не любовь. Пошла, пошла навстречу, почему, для чего, причём не раздумывая. И тогда-то я конкретно решил не порвать, но он не захотел меня отпускать. Ну, опять же, это перекладывание ответственности, в данном случае, на человека, да? Он не захотел меня отпускать, он докумал, что он не захотел, что вы хотите, вот что важно. Объяснил ей, что любит меня, хочет быть только со мной, там, мы на руке, только мы с ним ругались. Это происходило два-три раза в год, ну, так, чтоб конкретно он спал с ней. И вы это, как бы, принимали. Это вот самооценка ваша, она такая. Вот, он просто ушёл от меня. Так, она была в курсе того, что он любит меня, и решила остановиться. Ну, я не думаю, что это любовь. В один момент она залетела, я не знаю, он просто ушёл от меня. Я бил спустя полгода с кольцом на правой руке, и она, соответственно, с животом. И говорит мне, что я ему когда-нибудь снился, и он думает обо мне, и любит меня, вот, и я его люблю. Нет, на самом деле, это какая-то тяга взаимная. Почти я тебе просто зависимость в отношениях. Он мне снился постоянно. А как это связано с тем, что вы решили окончательно сноросаться? И думала, и думала о нём, я о нём. А я скоро рождаюсь, сейчас он с ней, а не в другом городе. Как же он не хотел меня отбежать, сказал, что не любите её вообще, не говорите ей слов любви. Они даже в ладьбе не играли. Так, ну, где связь, где рационализация и попытка принизить то, что происходит? Он, по сути, на ней женился. Вот, по сути, она его жена. А вы, соответственно, любовница. Вот. А как бы вы его не оправдывали, но сосводится к тому, что мужчина вам не принадлежит, а вы считаете, что может быть единственной женщиной в жизни мужчины. Вот, собственно, и всё. Вот. Значит. Довольно хорош. Как, как же? Мне больно? То есть, все говорят. Ну, вот с этой болью и нужно работать. Как-нибудь я сказал, что мне делать. Что делать, чтобы что? Чего ждать? Собрали мужчину тоже не живо, ему удобно, ему хорошо, ему так комфортно. Он, скорее всего, так и будет действовать. Как поступить? Наибольшей пользой для себя, я полагаю, Алена. А выбрать то, что для вас наибольшей пользой можно только в процессе консультации, потому что, ну, нужно побольше информации о вас, нужно понять, какой вы человек, вот. И тогда уже можно будет давать вам какие-то рекомендации, я полагаю, вот. Это то, что я могу вам сказать. Вот. Так вы сейчас хотите на нас переложить ответственность. Это деструктивное повреждение. В одном я уверен, что профессор это в том, что он действительно любит, мы любим друг друга. Я не сомневаюсь, честно говоря, что вы его любите, потому что, если бы вы его любили, вы бы уже давно его отпустили, и сказать, что он его женой, что вы не хотите уменьшить в своё семейное отношение. Да и ребёнка обрекать на подобные страдания тоже не лучший вариант. Так что насчёт любви и готовности отпустить, что обязательно подразумевает любовь. Ну, у меня большие сомнения. Вот. Что касается, что до его любви, то, если честно, я тут тоже сомневаюсь, когда любят с них, а не хотят спать с другими. Они очень более, ну, значит, с ними за счёт ребёнка. Так что я вам говорю, у вас два варианта развития событий, да? То есть, либо вы остаетесь в данной ситуации и просто принимаете твою роль любовницей, и второй женщины, либо вы идёте по пути понимания и корректирования своих собственных проблем уже. Вот. И тогда вы сможете обрести счастье, и вы сможете быть счастливыми. Вот. Но в результате работа, конечно, над собой. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам, если вас остались. Вопросы пишите в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если он сделает его лучше. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.